Всем привет! Я тут вытянула несколько адресов на официальном сайте и на русском сайте посткроссинга. И сейчас буду оформлять 7 открыток. 2 будут по России и остальные 5 будут в другие страны. Я уже выбрала сами открытки и марки к ним, и теперь остается только подготовить обороты. Как обычно, обороты будут максимально простые, потому что все-таки это официальный сайт, и я не вижу смысла сильно как-то заморачиваться и тратить свое время на это. Но все равно хочется сделать что-то симпатичное, чтобы и мне нравилось, и, возможно, получателю тоже понравилось. Хотя не всем нравится, кстати, оформление, и если пишут в профиле, что не нужно оформление, я его не делаю. Но в этот раз таких пожеланий не было, так что я оформляю на свое усмотрение. Вот эти две открытки, которые у меня здесь лежат, они отправятся в Китай к одному и тому же человеку. У меня на официальном сайте два профиля, и мне на обоих профилях попался один и тот же адрес в один и тот же день. Поэтому я ему отправляю две открытки. Одна будет с ретро-фото Кисловодска, потому что он любит старые такие вот винтажные всякие фото. А вторая будет с Финским заливом, потому что это местность, в которой я живу, и я про нее могу что-то написать. Я уже почти оформила первую открытку, но здесь, в общем, не особо сложное оформление. И главное, мне кажется, оформление это были красивые марки. На второй открытке тоже будут красивые марки, но уже другие. И здесь я еще дополню, наверное, скотчами и, наверное, какой-нибудь стикер приклею с Финским заливом, потому что у меня как раз на эту тему есть стикер-пак. Здесь и открытка из моего магазина, и вот эти стикеры тоже. Все это доступно для заказа, поэтому, если интересно, заходите на pigeonpost.ru. Я оставлю ссылку в описании к видео. Я тут, кстати, приклеила наклейку криво. И вот, смотрите, она отклеилась и нормально снова приклеилась. Это я так рекламирую свои наклейки. Ну, а, в общем-то, кто мне запретит, как говорится. Я уже приклеила марки, приклеила стикер, и теперь хочу еще что-то слева добавить, потому что пустое место осталось, а для текста оно не очень будет удобное. Я нашла у себя кружок из текстовой страницы, и вот половинку приклеиваю сюда. Но место еще осталось пустое, и я думаю его заполнить штампиком. Такой вот штампик с узором как раз сюда влезет. Ну, и теперь, наверное, все. Больше ничего не буду добавлять. Вот такие у меня две открытки получились для одного и того же человека. Потом буду еще их подписывать. Следующая открытка отправится к пенсионерке из Германии. У нее не было особых пожеланий по открыткам, но я посмотрела, что у нее там в избранном, и я увидела, что ей нравятся всякие рисованные птички, цветочки, и вот выбрала поэтому такую открытку. И марка у меня тоже одна с птичкой, а вторая с ягодами. Здесь получается как раз 75 рублей. Нормально сочетается и по цвету, и по номиналу. Я приклеила под марку текстовую бумажку, и теперь смотрю, что еще можно сюда приклеить. Нашла такую вот картинку с подсолнухами, мне кажется, она здесь по цвету подходит. И теперь надо что-нибудь еще добавить. Выбираю либо скотч, либо какую-нибудь наклейку. Вот такой цветочек, мне кажется, как раз еще один подсолнух, тоже будет здесь хорошо смотреться. Мне нравится, как получился этот оборот, я довольна. Следующая открытка поедет к студентке из США. У нее среди пожеланий была природа и виды гор. У нее вообще не очень много еще полученных открыток, поэтому я решила выбрать для нее открытку судьбрусом, потому что это самая высокая гора в России. Ну и я там была, поэтому могу написать что-то про свои впечатления от этого места. Это, кстати, тоже открытка из моего магазина. Я здесь выбрала две вот такие марки с птичкой и с картиной. Добавляю сюда кусочки скотча, который, мне кажется, подходит по цвету. И добавляю сюда еще вот такую наклейку с сухой травой. Тоже она, мне кажется, подходит по цвету. Можно было и что-то еще добавить, но я решила оставить вот так и заполнить все остальное уже текстом, добавить дату, свой штампик и все такое. Мне кажется, как раз все должно поместиться, в том числе и текст про Эльбрус, который я хочу написать. Следующая открытка поедет в Канаду. У получательницы какой-то свежий профиль. У него там что-то типа 15 полученных. И открыток из России вообще еще нет. Поэтому я выбрала такой вот вид Петербурга сверху. И выбрала марку с Казанским собором. Собор как раз видно на открытке. И на марке тоже будет он. На этих открытках я не люблю вот этот текст внизу и какие-то штрих-коды. Они не несут никакой информации. Но выглядит некрасиво. Поэтому я вот решила заклеить такой бумажкой. И дальше еще добавлю какие-нибудь наклейки. Я решила, что нужно продолжить тему Петербурга. И приклеиваю здесь фонтанку. Тоже из своего стикер-пака. Но как-то еще пустовато. И хочу какую-нибудь еще маленькую наклейку найти. Вот, например, такие в виде марок. Но как-то они по цвету сюда не очень. Поэтому вместо них я выбрала вот такой голубой цветочек. Мне кажется, он здесь будет как раз сочетаться с маркой. И как-то дополнять все остальное. Ну, вроде бы получилось неплохо. И место для текста и адреса тоже осталось. Следующая открытка поедет в Россию. Это карта Эстонии. Получательница любит иностранные открытки и любит карты. Поэтому я решила, что эта открытка подойдет как раз. Я выбрала две марки с велосипедом и с фонтаном. Марки занимают довольно много места. Я еще у велосипеда решила оставить поля, потому что там красивая картинка есть. И здесь я дополняю все это полосатым скотчем оранжевым. И, наверное, еще слева от марки, приклеив какую-нибудь наклейку, тоже постараюсь что-то выбрать по цвету. Ну, вот такая желто-оранжевая, мне кажется, неплохо сюда. И последняя открытка на сегодня тоже отправится по России. Я ее выбрала просто из избранного получательницы. Поэтому все было несложно. Я уже примерно придумала расположение марок. И теперь хочу приклеить скотч вниз, чтобы сверху этот текст заклеить. И дальше уже буду приклеивать марки. В одной марке я решила ставить красивые поля. Мне кажется, они здесь как раз украсят открытку. Ну, а вторую просто приклеиваю рядом. И еще стандартная марка на 3 рубля. Я думала ее справа приклеить, но решила вот тут по центру, чтобы так прижать немножко скотч на всякий случай. Наклейки мне почему-то не захотелось сюда никакие клеить. И я решила поставить несколько штампиков. У меня здесь тема природы как-то прослеживается, поэтому всякие цветочки ставлю в нескольких местах. Решила черным цветом. Мне кажется, неплохо смотрится. Но можно было, кстати, и зеленым на самом деле. У меня зеленый тоже есть. Мне кажется, получилось симпатично. Ну, и теперь покажу еще раз все открытки с двух сторон. У меня на эти оформления вместе ушло где-то полчаса. Мне кажется, это довольно быстро. И дальше еще где-то полчаса на то, чтобы все это подписать. Я, кстати, еще когда подписывала открытки, потом на пару штук поставила дополнительные штампики, потому что там осталось место, и они как раз красиво вписались. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok